Вам нужно будет скрыть всякие косяки шаблона и подредактировать шаблонный дизайн, потому что он недовольный, он очень такой кривовастенький, но нужно работать с CSS кодом. Но не волнуйтесь, я вам сейчас все расскажу, вам просто нужно будет взять в одном месте и вставить другое. У вас под видео будет ссылка на инструкцию, которая будет называться «Вставка общего кода». Открываете эту инструкцию, копируете весь имеющийся там код, затем возвращаетесь вот сюда на сайт, переходите в панель «Настроить», «Дополнительные стили», «Игнорируйте предупреждения», «Устанавливайте курсор, кликнув левой кнопкой мыши» и просто вам нужно вставить скопированный код. Вот сейчас я скопирую со своей инструкцией и вставляю. Все. Если вам нужно будет применить какие-то особенные шрифты, особенные цвета или что-то нужно изменить, то пишите это в комментариях. Я помогу каждому. Теперь вам нужно ставить такой индивидуальный код. Также будет инструкция, будет называться под видеоинструкция, что-то вроде «Вставка индивидуального кода». Заходите, копируете весь имеющийся там код. Смотрите, вот это мета-3, это вот личный кабинет. И вот тут различные, короче, ненужные ссылки, шаблонные, WordPress-овские были. Их нужно было скрыть. Вам нужно взять, вот где аккаунт, правой кнопкой мыши, кликнуть. И в Опере я нахожусь, и кликаю «Просмотреть код элемента». А если у вас Google, то будет подобная надпись какая. Она у всех браузеров есть. И открывается вот такая панелька. Вы наводим, спустись, спускаемся вниз, чтобы видно была вот эта панель аккаунт. Вот аккаунт H2, поднимаемся наверх. А сайт тег, у него видите индивидуальный идентификатор мета-3. Если у вас какая-то другая цифра, не тройка, а стоит мета-5, то вы сюда просто вставляете эту цифру вместо тройки. И вот сюда вместо тройки. В двух местах. Идем дальше. Закрываем панель. Дальше вот этот X3Div, вы на это не обращайте внимания. Дальше идем вот в меню Item 205 Color Black. Это значит меню Item 205 Color Black. Значит дальше идем вот меню Item 205 и Eye. Eye это вот окраска вот этого второго пункта меню, где контакты, где вот этот телефончик. Нарисован Eye, вот этот. Эй, вот этот. Это значит, это тег, в котором лежит вот это изображение. То есть это иконка с фонда весом, они вставляются вот такими тегами. Все, что нужно сделать, это получить маркировку на этот пункт меню. Правая кнопка мыши на нем. Посмотреть код элемента. Вот он, выделился. Давайте спустимся вниз. И вот видите, контакты выделились. Вот она иконка, видите? Eye tag A. И нам нужно подняться вниз и найти Lee. Вот он Lee. Мы наводим на него и выделяется полностью строка контакты. Видите, у него идентификатор меню Item 205. Если у вас будет 207 или 150, вместо 205, просто вот сюда вводите другие цифры, которые у вас. Далее нас будет интересовать вот эта часть. Access Press Store Full Promo 3. Смотрите, у вас есть тут баннер. На главной странице возвращаемся. Вот. И вот этот текст мы сделали его черным цветом. Он был серым. Все, что нужно сделать, кликнуть по нему правой кнопкой мыши. И теперь нужно нам подняться наверх. Вот он выделился. Мы поднимаемся наверх. И вот. А сайт находим наверху. Access Press Store Full Promo 3. Если у вас вместо тройки другое число стоит, то опять же вставляете его вот сюда. Это число. И у вас все стили применятся. Далее. Навигационное меню. Это вот это. А навигационное меню. Это вот это нижнее. Нам нужно, чтобы все. Весь текст. Вот эти все пункты меню. Они были у нас. Они были как бы все черного цвета. Для этого нам нужно получить доступ к этому меню. Нам нужно кликнуть вот на надписи для клиентов. посмотреть на правой кнопке, правой кнопкой мыши, посмотреть код. И вот видите, сайт есть. При наведении на сайт выделяется полностью это меню. Это на меню 3. Если у вас вместо тройки другое число, то это также число сюда вставляете. Ну все. И на этом самый сложный участок кода завершен. То есть сама вставка самого сложного кода. Теперь сохраняем изменения. И далее значит у вас не все названия корректно перевелись. У вас под видео есть ссылка, замена названий. Открываете файл там. Открываете эту инструкцию. Копируете весь имеющийся там код. Далее переходим в консоль. Внешний вид. Редактор тем. Здесь выбираете функции и темы. То есть функцион.php файл. Спускаетесь в самый низ. И вот значит после вот этой строки. Вставляете вот этот скопированный код. И обновить файл кликайте. У вас файл обновляется. Появляется зеленое подчеркивание. Обозначающее, что все прошло успешно. И переходим на сайт. Все. Все у вас заработало. Давайте попробуем сделать заказ. Итак, мы кое-что с вами упустили. Я забыл. Некоторые настройки. Там в e-commerce некоторые изменения произошли. Поэтому давайте вернемся в e-commerce настройки. Доставка. Параметры доставки нам нужны. Выключаем калькулятор в корзине. И не должен стоять чекбокс. Спрятать стоимость заставки, пока адрес не введен. Сохраняем изменения. Все. Ну что, поздравляю. Наш сайт готов. Давайте попробуем сделать заказ. Давайте сделаем заказ. Вот этот. Заходим сюда. Выбираем опцию. То есть, выбираем размер M, да. И цвет черный. В корзину. Переходим в корзину. Видите, тут все же появилось. Промокод. Вводим. Сейл. Применить. Видите, скидочка сразу пришла. Дальше. Мы введем с вами трое. Да, три единицы. Обновляем корзину. На 12 тысяч. Оформить заказ. Кликаем. Ну вот заполняемся. Нужно заполнить все данные. Смотрите, так как у нас сумма в корзине больше, чем на 10 тысяч, то активировалась бесплатная доставка. Мы выберем доставку курьера. Да. Оплата после примерки. Или, ну давайте, безналичная оплата. И введем все необходимые данные. Или номер телефона. Все поводили. И подтвердить заказ. Смотрите, заказ принят. Номер заказа. Наши банковские реквизиты. Банковская карта. Расчетный счет. Яндекс.Кошелек. Информация. Адрес доставки. То есть, выходит. И мне на почту, значит, пришло два письма. Одно, якобы, как клиенту. А второе, как собственнику магазина. Давайте. Пишем. К клиенту приходит, что ваш заказ получен. Банковские реквизиты. Все, да? Показывать. А мне, как собственнику, пришла информация с новым заказом. Вот, пожалуйста. Все работает. Все шикарно. Как вы видите, мы все с вами сделали. Буквально за час, за полтора мы с вами создали полнофункциональный интернет-магазин. С чем я вас и поздравляю. Надеюсь, было полезно. Если было полезно, ставим лайк. Не подписаны на канал, подписывайтесь на канал. Переходи, ждет еще несколько. В этом году будет еще несколько курсов по созданию интернет-магазинов. На темах, которые уже, там, парочку тем уже остались, которые возможны в бесплатном исполнении. На этом у меня в данном, на этом наш курс завершен. Всем удачи и до следующих встреч на наших эфирах.